Угроза с воздуха. Старые деревья в одном из дворов нависли над газопроводом. Оборвать рискуют не только трубу, но и жизни жильцов. Исаповал здесь случается часто, но пока пострадали только автомобили и здания. Городской дозор отправился пилить коммунальщиков. Почему опасные деревья до сих пор не срезали? Эти тополя были включены в план опиловки еще в 2007 году. И вот уже 6 лет жители не могут дождаться обещанного, все это время опасаясь за жизнь своих детей. За полвека тополя вымахали на полсотни метров. Кроны деревьев переплелись. Периодически сверху во двор падают ветки. Благо, пока пострадали только дом и машины. Два раза пробивало крышу, прямо над нашей квартирой. Тополь падал на машину, пробило стекло, значит, заднее обзорное. Ну и вообще ветки постоянно падают на корт, ветки постоянно падают, значит, сюда. Вот у нас сломало ветками трубу. Теперь и жители не чувствуют себя в безопасности. Пенсионеры вздрагивают даже от шума листвы. Даже небольшое дуновение ветра, и уже ветки ломаются, и деревья могут упасть. Это очень опасно. Мы каждый раз, когда приходим, это просто вот как только шевелятся ветки и деревья, и уже страшно становится жить. Один из тополей опасно накренился над газопроводом. Но спиливать его не спешат. Обнадеживающие звучат лишь ответы на жалобы жителей. Это, что нас включат в план по благоустройству и спилке деревьев на 2007 год. Даже приезжали рабочие, но они отказались спиливать, так как заявили, что они не могут найти подъезд к этим деревьям. В общем, ситуация не изменилась с тех пор. В управляющей компании мы снова услышали, что автовышка не может добраться до тополей. Потому в этом дворе проводится лишь частичная обрезка деревьев. Для того, чтобы решить проблему кардинально, необходимо, конечно, призвать на помощь, возможно, даже альпинистов, которые будут работать по другой технологии. Но это работа дорогостоящая. Сейчас на счету домов накоплено недостаточно средств для того, чтобы провести эту работу. Но мы просим помощи администрации города. Остается надеяться, что этот сигнал о помощи будет услышан. И средства на опиловку найдутся, прежде чем случится трагедия. А она обязательно случится, если не предпринять никаких мер. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.